Любая партия – это заговор против нации. Три месяца работы перед секретарем Путина. Я понял, что я упаду оттуда и очень больно ударюсь. Реконструкция самого отвратительного и глупого, что в той системе было. Вау! Как же здесь круто! Я надеюсь, что когда это все закончится, я издам победный крик попуаса и удалю телеграмм к чертовой бабушке. Воинкоры могут быть объективными. И вдруг Вася, которого ты полюбил всем сердцем, его возят в цинковом ящике. А кто, по-вашему, настоящие звезды российской журналистики? Они все в списке иностранных агентов. А высказываться сегодня – это роскошь? А разве нет? Вы бы вернулись сегодня на российской телевидении? Боже упаси! Я довольно брезгливый человек. Есть ли какой-то хороший исход у сегодняшних событий? Нет, конечно. Мне нет для вас другого населения. Вам тревожно? Привет, друзья! Меня зовут Ярослав Бабушкин, и это «Респиратор». В текущей ситуации нам давно хотелось поговорить с кем-то опытным, матерым другого поколения. Кто помнит СССР, работал в нем и даже был на войне. И такой человек нашелся. Сегодня к нам в студию пришел журналист, в прошлом военкор в Афганистане, а сейчас предприниматель и путешественник Михаил Кожухов. Михаил Юрьевич Кожухов родился в Москве в 1956 году. Мать Михаила работала журналистом и театральным обозревателем издания «Правда», а отец был главным акушером-гинекологом Москвы. Родители развелись, и еще в детстве, проводя время в компании матери, Михаил решил – либо театр, либо журналистика. Я хотел заниматься международной журналистикой. В НГИМО не приняли, но вот на испанский факультет Государственного института иностранных языков Юный Кожухов поступил. Уже во время обучения поехал по обмену в Гавану. Через некоторое время он начал работать в Комсомольской правде. Там журналист остался на 7 лет. Именно от Комсомольской правды Михаил поехал военкором в Афганистан на 4 года, с 1985. В Кабул он прибыл с женой и двухлетним сыном, которых через некоторое время все-таки эвакуировали из горячей точки. А сам Кожухов, как пишут, уехал из Кабула на предпоследнем БТР. Я в Афганистане, в Паншере, в ущелье Пяти Львов. После Афганистана Кожухов перешел в «Известие», и там занимал должность корреспондента в странах Южной Африки. Кстати, именно там наш сегодняшний гость записал резонансное интервью с самим Пиночетом. Только не про Пиночет. На теле Кожухов перешел в 90-е, в 1994 году в телекомпанию «ВИД». Там проработал несколько лет и после занял пост, на котором задержался всего на несколько месяцев. Но о котором в первую очередь вспоминают при упоминании его имени. Речь идет о должности пресс-секретаря, тогда еще председателя правительства Российской Федерации, Владимира Путина. Но, как говорит сам Кожухов, система его выплюнула. С 2001 года Кожухов посвящает себя исключительным путешествиям и контенту об этом. Сегодня я побываю в гостях у индейцев племени Шуара. В тот год на телеканале «Россия» вышел его проект в поисках приключений. За него бывший пресс-секретарь Путина получил ТЭФИ и известность по всему СНГ. Дальше не менее популярная программа «Вокруг света». Ну вот он, Тагеран. Я в Африке. Здравствуйте. Я в Таиланде. И другие передачи о путешествиях на каналах «Моя планета» и ТВ3. Кожухов давно не на телеке, а после начала спецоперации вообще там не появляется, но активно развивает свой клуб путешествий. Участники клуба путешественников Михаила Кожухова ездят по всему свету с известными писателями, ведущими, журналистами, музыкантами, актерами и, конечно, самим Михаилом. Сопровождающих называет душа компании. И среди них были группа Би-2, Михаил Козырев, Ксения Рапопорт, Николай Цискоридзе, Ирина Горбачева и многие другие. Каждого ждут и призывают путешествовать. И вернешься с воспоминаниями на всю жизнь. Вы же не слушаете. Михаил Юрьевич вот даже сейчас считает, на одном месте сидеть это проклятие. Чудом поймали его для этого интервью. Приятного просмотра. Ставьте лайки, пишите комментарии. Это продвинет наше видео. И подписывайтесь на канал. Михаил Юрьевич, большое спасибо, что к нам пришли. Мы вас очень ждали. Давайте начнем с чего-нибудь простого. Вот в России не очень много людей путешествует. Как бы изменилась наша страна, если бы путешествовало хотя бы 50% людей? Как вы думаете? Слушайте, это как с компьютером. С его помощью можно читать книжки или что-нибудь узнавать. А можно висеть на порно-хабе и не узнавать ничего. Вот. Я точно понимаю, что в деревнях есть люди интеллигентные, тут природе своей. А есть неучи. И может быть, что человек ни разу не выезжал за пределы своего района, а он думает там о душе, он там как-то пытается из себя что-то сделать. И может быть, ему, может быть, и не надо, не обязательно побывать в Флоренции. Но все-таки мне кажется, что если он, даже если он поедет во Флоренцию, например, то его представление о красоте изменится. Но, во всяком случае, мои изменились. У меня есть такое рассуждение, что количество прочитанных книг, как и количество посещенных стран, не обязательно прибавляет ума. Но все-таки шанс на это высокий. Это расширяет горизонты. Это учит правильно любить Родину. Правильно, это не в смысле биться в экстазе от каждого ее проявления, а сравнивать и понимать так. Ну, здесь мы не дотянули, а здесь мы получше, покруче. Это учит понимать других людей, людей, у которых другой разрез глаз или цвет кожи, ну и так далее. То есть ума прибавляет не обязательно, но шансы на это повышает. Откуда вы вернулись сейчас? Последнее ваше путешествие? Я только что был в Киргизии, но это слово по каким-то причинам категорически запрещено произносить. Надо говорить, я только что был в Кыргызстане. Наши братья по общему прошлому чрезвычайно болезненно относятся к тому, что мы говорим так, как это требует наш артикулярный аппарат и традиция. Ну, в общем, вот я был там. Что симпатичного в Кыргызстане? Смотрите, там две великие горные системы по миру Тяньшань. Это старые очень горы. Святые места для альпинистов, потому что там расположены главные семитысячники. А мечтой каждого российского альпиниста главной остается получить звание снежного барса. Они-то давно знают про эти красоты. А среднестатистически российский человек только их открывает. Это очень красиво. Кроме того, как неудивительно, в Кыргызстане довольно развитая система такого сельского гостеприимства, которая базируется не только на традиционном гостеприимстве, но и на каких-то технологиях, которые были там применены. То есть ты приезжаешь в деревню и думаешь, так, где ты будешь здесь жить? Вот что за вот в этом ужасе? Ну, открываются ворота, и за ужасом оказывается вполне себе милый, вполне себе современный отельчик, там в стиле лофт, над которым явно работал дизайнер. Да, там не везде есть рестораны, но во всех населенных пунктах, причем это не одна, не две, это десятки юрт гостевых со столами и стульями, чтобы ты не учился сидеть на полу и есть. И видно, что хозяин делает это не в первый раз и даже не в десятый. Это очень хорошо. Вот. Ну и типа Иссык-Куль, конечно. А в Советском Союзе вы там бывали? Да. Многое изменилось? Появились хорошие дороги, которые построились китайцы. Это главное изменение. Бишкек, который раньше был Фронзе, не могу сказать, что расцвело похорошел. Пожалуй, из всех азиатских республик, Киргизия, ну, пока не может похвастаться каким-то там очевидным и ярким процветанием, как соседний Узбекистан или Казахстан, который, слава богу, можно называть по-прежнему так же, как я привык. Я в Советском Союзе никогда не был, но очень много про него слышал и читал. По-вашему, сейчас... Вы иностранец? Нет. Я родился уже после развала Советского Союза. Как, по-вашему, сейчас идет реконструкция Советского Союза или то, что происходит сегодня, это совсем другое, не Советский Союз? Ну, все сравнения такого рода, они условны. Ну, очевидно, что сейчас идет реконструкция самого отвратительного и глупого, что в той системе было. А что в ней было глупого? Потому что многие же вспоминают Советский Союз с теплом, даже есть течение молодых людей. Молодые, глупые, а те, кто вспоминает с теплом, вспоминают просто свою юность, которую свойственно человек воспринимает с теплом. Там нечего вспоминать с теплом. Нечего. Вы следите за какими-нибудь военкорами сегодня, за их работой? Боже упаси. Телевизор не включаете? Нет, я включаю телевизор ежедневно и что-то смотрю, но все-таки об этих событиях я черпаю информацию из телеграм-каналов. Ого! А на что вы подписаны? Ну, я подписан на много что. То есть у вас рефлекс следить за новостями вы по-другому уже не можете? Ну, наверное, короткий ответ, да. Как вы думаете, ждет ли Россию оттепель или перестройка? Или сейчас мы входим в какой-то вообще другой режим? Ну, я абсолютно убежден, что мы входим в режим даже не турбулентности, а колоссальной сейсмической активности, несопоставимой с теми периодами, о которых вы говорите. Последствия вот гораздо более катастрофичными. Вам тревожно? Ну, тревожность базируется только на том, что мне непонятно, как это будет происходить. Ну, в общем, ну, когда тебе говорят, будет землетрясение, ну, как бы, что тут тревожиться-то особенно? Будет. Ну, непонятно, упадет на тебя обломок дома или нет. Ну, наверное, некоторые беспокойства испытываешь по этому поводу. Для вас спецоперация не стала фоном, как для многих? Потому что есть ощущение, что большинство людей в России, они как-то отгородились от этого, и это происходит где-то далеко. И вот иногда там случаются какие-то шокирующие новости, например, мятеж Пригожина, да, на который все обратили внимание. Но в целом люди об этом не говорят и даже не хотят говорить. Или боятся, я не знаю. Но мне кажется, почему-то даже, что не столько боятся, сколько просто не хотят. Ну, есть такая дёры, что это такая форма психологической защиты, такое самосохранение. Я спрятался, я в домике. Нет, для меня не стало. Есть ли где-то на земле райское место, где вот всё как надо? По вашему мнению, вы столько мест проехали и по работе, и с клубом, и вообще. Есть ли место, где всё идеально? Или близко к этому? Это, знаете, чтобы щи варила, как Зинка, чтобы фигура, как у Гальки, чтобы добрая, как Ленка, и талантливая, как Наташка. Ну да. Нет, ну... Светки такой нету? Нету, нету. Вы каждый день думаете о происходящем сегодня? То есть вы рефлексируете, или у вас получается переключаться? Ну, переключаться получается, но каждый день. Я надеюсь, что когда это всё закончится, я издам какой-нибудь победный крик попуаса и удалю телеграмму к чёртовой бабушке, потому что он достал меня. за это время я с ним начинаю, продолжаю и заканчиваю день. Меня это раздражает. А вам не кажется, что полезнее удалить телеграмму сейчас, ничего не читать, отстраниться? И верить в то, что говорит генерал Коношенков? Ну, можно даже его не слушать. Вот многие люди такую позицию занимают. Ну, это же... Это безответственно немного? Слушайте, нет. Я вообще никто, чтобы осуждать других людей. И во мне нет вообще никакого мессианства. Ну, им так комфортнее, ну, хорошо. Придут и за ними. Вам было страшнее в Афганистане или сейчас? Спокойно, дома, следя за телеграммом? Слушайте, это, может быть, прозвучит каким-то бахвальством, но как-то мне не было особенно страшно в Афганистане. Ну, сейчас, пожалуй, страшнее. А почему? Потому что вы были моложе, у вас было оружие или... Нет, потому что... Потому что тогда все-таки это была очень локальная ситуация. Она не касалась всей огромной страны. И, с одной стороны, она не сопоставима вот с тем, что нас ожидает в обозримом будущем по последствиям, по драматизму, по негативным последствиям, которые всех нас ожидают. Вы думаете, это затянется на десятки лет, эти последствия? Мы сейчас говорим не о событиях. Ну, не о боевых действиях, а именно о последствиях? Да, да. Я думаю, что последствия... Ну, боюсь, что да. То есть это разлад на многие-многие поколения? Ну, многие-многие, не знаю, но на мой век точно хватит. А боевые действия, как вы думаете, закончатся скоро? Это невозможно предсказать, да? Ну, это... Сейчас столько в сети предсказателей, я не хочу с ними конкурировать. У вас жизнь 24 февраля сильно изменилась? Да. В чем это проявилось? Ну, это проявилось в эмоциональном потрясении, из которого я заставил себя вернуться в нормальное. Работа в самосудное русло в невероятном усилии. Что вы делали? Я взял себя за волосы и вытащил из болота. Сами? Да, да, да. Или там кто-то помог? Нет, сам, сам, сам. За волосы, конечно, в моей ситуации звучат почти каламбуром, но хорошо за ухо, за усы. Есть ли какой-то хороший исход у сегодняшних событий? Нет, конечно. Нет. Однозначно нет? Однозначно нет. То есть вот просто нельзя сдать назад, перед всеми извиниться или победить? Я уж не знаю. Нет, ничего это не получится. Нас ждут серьезные, прям, драматические, тектонические перемены. По моему представлению. Вы смотрели, наверное, многих экспертов в Ютьюбе, в Телеграме в самом начале спецоперации? В самом начале смотрел, потом бросил. Говорили, что российская экономика рухнет совсем, что там нарушатся полностью поставки. Говорили, что Европа обнищает без нашего газа. Но по итогу вырулилось все, конечно, страшно, ужасно, с точки зрения боевых действий. Но я не вижу, что Москва сильно поменялась. Нет, Москва практически не поменялась. Но на жизни обычного человека все это пока сказалось на минимальной степени. Но, может быть, ключевое слово здесь пока. То есть, вы думаете, Россия может превратиться в огромную Северную Корею? Я не думаю на эту тему. А вы были в Северной Корее, кстати? Что это за место? Как у них получилось сделать третье поколение не монархии, но по факту монархии? Что там за люди? Вы общались с ними? Я думаю, естественно, я общался. Причем, знаете, удивительно, что мне там было легче общаться, чем в Южной Корее, Японии или Китае. Может быть, это выравнивает общность какая-то идеологическая. Но те люди, с которыми мне было разрешено говорить, были абсолютно контактны, остроумны. Они понимают шутку. Мы с ними говорили, ну, хотели через переводчик на одном языке. Я отметил для себя невероятность, легкость. Вот общение для Азии не очень характерно. Потому что даже говорящие по-английски, скажем, южные корейцы, они как-то все равно стесняются, когда ты к ним обращаешься. Японцы вообще прилетели к нам из другой галактики. Да каким смыслом можешь обмениваться с ними? Но все равно это такое, другое. А эти были такие прям хорошие дужки. Это около такое советское прошлое объединяет? Возможно, возможно. Моя гипотеза. То есть те же самые шутки о каком-то дефиците, я не знаю чего, о запретах, да? Нет, ну, так далеко-то я не шутил. Ага, там нельзя шутить. Там боюсь, что нет, потому что ты очень редко можешь остаться с корейцем. Наедине, да? Наедине, да, тем более говорящим по-русски или по-английски. А как происходит допуск в Корею? Вот этого я не знаю, потому что, когда мы снимали в Мавзолее, прибежал его директор с бумажкой, с которой было написано, что там можно снимать. И сделал круглые глаза и говорит, вы кто? Кто вам разрешил? Я там здесь работаю 20 лет, вы первые иностранцы, которые вы разрешили снимать. Кто разрешил? Я понятия не имею. В Пхеньяне много мест, связанных с именем Ким Ирсена, но главное, конечно, вот это. Кумсусанский мемориальный комплекс, где жил и работал Ким Ирсен в последние годы. После его смерти он стал Мавзолеем по предложению его сына, товарища Ким Чен Ира. В Корее вообще многое осталось загадкой, потому что вроде нет магазинов, но нет на улицах каких-то голодных людей, которые валяются. Огромное количество валютных ресторанов, перед ними стоят Land Cruiser и 600-е Мерседесы, а внутри сидят люди из этих Мерседесов в кителях со значком Ким Ирсена или Ким Чен Ира. И где они взяли валюту, чтобы там заплатить, я не знаю. То есть там присутствует элита? Да, однозначно совершенно. Ну, скорее всего, Корея потихонечку, потихонечку втягивается в китайскую вариацию трансформации. Там, видимо, есть какое-то за очень большим занавесом движуха такая вот в эту сторону. Как вы можете вспомнить Пинотета? Да, слушайте, мне симпатична теория, что Пиночет не был автором вот этих вот событий 73-го года. Скорее, он был компромиссной фигурой, которая устроила генералитет. Но в Чили очень сильно армия вообще, традиционно. Она, в Чили, в этом смысле, похожа немножко на Российскую империю. Вооруженные силы – это элита. Армия – это состоятельные люди, это дети людей, которые традиционно владеют значительной долей экономики. Это традиция воспитания. Это, по этому же, на Чили очень сильное влияние оказала Германия еще с 19-го века. То есть, армия – это то, во что пыталась превратить миф о русской армии в советскую власть, которая, ну, в Российской империи это тоже было, это, да, там, это вот честь никому, там, вот, вот. Советская власть очень пыталась эту схему воссоздать, но безуспешно. А в России этот миф рухнул окончательно. Так вот, по моим ощущениям и знаниям, Пиночет не был, это неравновеликая фигура, там, ужасным Бармалеем 20-го века. Это скорее такой человек, который всех устроил, и, ну, вот так я его вспомнил. Вы говорили, что Юмашев увидел в вас настоящего государственника, а вы им не являетесь, по вашему мнению. А кто такие настоящие государственники? Какие они? Не знаю. Это я сказал, потому что, ну, так ответил Юмашев на мой вопрос, че, почему я? А кто такие государственники? Я не знаю. По-вашему, желание власти – это здоровое вообще желание? Или все люди, которые хотят власти, они чем-то отличаются? В худшую сторону. Я думаю, что желание лидерства у тех людей, у которых есть к этому потребность, это здоровое. Ну, то есть, это не противоестественно, а желание власти, я думаю, что нет ответа универсального. Я думаю, что я готов предположить, что к власти может стремиться ответственный человек, глубоко переживающий за свою родину, для того, чтобы что-то в ней изменить к лучшему. Ну, то есть, я готов предположить, что это такое может быть. Но в большей части, по большей части, знаете, есть афоризм какого-то английского умника прошлых веков, который сказал, что любая партия – это заговор против нации. Есть ли у вас знакомые, которых власть испортила? У меня нет знакомых во властных структурах, таких, с которыми бы я поддерживал отношения. Мне трудно судить. В целом, вообще, пребывание у власти – это сильнейший наркотик, как по-вашему? Ну, думаю, что да. Думаю, что да. Ваша фраза «надо договариваться». Вот по-вашему, сегодня можно договориться? Вы о чем? Я о мире, договориться о мире. О нем возможно договориться за столом переговоров? Ну, еще не было такого в человеческой истории, чтобы война была бесконечна или спецоперация была бы бесконечна. Рано или поздно все вооруженные конфликты закончились за столом переговоров. Другое дело, что за этот стол обычно приводят не абстрактные гуманистические желания, а скорее наличие козырей в кармане у одних и, наоборот, дыр в других. Для этого должны созреть условия, когда стороны будут готовы пойти на компромисс. Пока этого не видно. Как вы думаете, в России остались какие-то свободные СМИ? Нет, конечно. То есть сегодня все под контролем? Ну, все-таки жива новая газета, жива медуза, живы какие-то люди, которые в запрещенных ныне соцсетях позволяют себе роскошь высказываться. А высказываться сегодня – это роскошь? Ну, а разве нет? Вам не страшно вообще высказываться на какие-то темы? У вас достаточно много интервью за последнее время. И очень ценно, что вы к нам пришли, но тем не менее… Ну, в которых я верчусь как уж на сковородке и стараюсь обходить темы, где мои высказывания могли бы причинить вред людям, которые со мной работают или моим близким. То есть в душе вы высказались бы гораздо жестче? Я бы и не в душе высказался, если бы точно знал, что мне будут носить передачки, требовать свободы Юрия Дюточкина и так далее. И что никто не страдает от этого. В советское время цензура была такой же? Ну, нет, конечно. Нет. Ну, это, знаете, вопрос из Сирии, там, в эпоху неолита технология производства топоров отличалась. Ну, в общем, отличалась. Ну, я же не застал страшные времена советские, когда этот рабовладельческий строй просто там обрел звериный оскал. Я формировался в эпоху… было такое выражение «сиськи-масиськи». Это так, Леонид Ильич Брежнев произносил слово «систематически». Вот. И это скорее было время анекдотов, чем страха. А сейчас вернулось время страха. Как так получилось, что оно вернулось? Потому что до этого все говорили, что там проблема в коррупции, проблема еще в чем-то. И как-то не заметили вот этот звук сапог военных. Слушайте, ну… Вы его заметили или нет? Милитаризацию. Как это так быстро произошло? Ну, не быстро. Нет. Не быстро. Все-таки понадобилось там 8 лет для этого. Ну, знаете, была какая-то… Я смутно уже помню обстоятельства, но, по-моему, Сталин сказал кому-то, что у меня нет для вас других писателей. У меня нет для вас другого населения. Каждый… Банальность, но каждый народ достоин своего правителя и того, в каком виде существует государство и общество. У меня нет для вас другого населения. Ну, 73 года – это была одна страна, по сути, СССР. И неужели настолько разнятся менталитеты в России, Армении, Украине, Белоруссии, Казахстане? Ну, она была, конечно, одной страной, но между эстонцем и таджиком меньше общего, чем хотелось бы. Это была одна страна, построенная на… Это было рыбовладельческое общество, построенное на страхе. В нем было очень много правильного, очень много правильного, которое мы, к сожалению, выплеснули вместе с ребеночком. И, безусловно, там люди, которые оглядываются назад, у них есть для этого и повод, и основания. Весь этот мощный аппарат подавления и идеологическая надстройка. Там было много ответственного, правильного, умного. С этим просто нельзя спорить. Что же там было такого умного? Слушайте, ну вот какой-то умный человек придумал, что, например, должны быть звезды национальной литературы. И мы благодаря этому узнали Айтматова, Расула Гамзатова, Кайсына Кульгиева и многих других. Это бы стихийно не произошло. Стихийно мы бы только узнали Comedy Club и Бузова у тех времен. Значит, кто-то прилагал к этому какие-то усилия. И внутри этой даже идеологической надстройки, ну, видимо, существовала жадность, но никогда не проявлял себя в таких безумных размерах, как сейчас. Наверное, там с борзыми щенками кто-то брал, но они так же воровали, как воруют. То есть коррупция была скорее на таком бытовом уровне, да? Я думаю, что даже на очень высоких социальных этажах. То есть это квартирка получше, колбаски побольше? Ну, я думаю, что да. То есть такого, как сейчас, что меряется длиной яхт друг к другу, такого, естественно, не происходило. Нет, я думаю, что вообще вот эти последние 20 лет, ну, может быть, даже и больше. Да, наверное, больше. Ну, такого бородерства по отношению к собственной стране, боюсь, что не было в истории вообще. Есть ли страны без коррупции? Есть страны, где об этом не болтают, а действительно стараются, ну, свести на нет. И добились очень больших успехов. Например? Япония? Тайвань? Например. А Китай? Ну, Китай я хуже знаю. Он больше и колоссальный. И там, возможно, все. Китайцы, они станут нашим большим стратегическим партнером, как вам кажется? Просто говорят очень много про вот этот разворот на Восток. Очевидно сейчас про уход от Европейского Союза и Соединенных Штатов, тем более. Вот Си Цзиньпинь приезжал в Москву, перекрывали дороги, все это было так с помпой. По-вашему, китайцы, они… Мне не нравится в этом вашем вопросе слово «партнер». Мне что-то больше меня склоняет размышления на эту тему к слову «хозяин». Партнер. То есть партнеры, они равнозначные, да? Это да. Партнер предполагает некую равнозначность. А тут нет никакой равнозначности. Боюсь, что китайцы, которые приезжают к нам сейчас, как туристы смотрят на нас. Как мы смотрим на людей, попадая на какие-нибудь там индонезийские острова. Вы бы вернулись сегодня на российское телевидение? Нет. Ну, а если какая-нибудь программа не политическая? Я довольно брезгливый человек. Вы со всеми испортили отношения? Нет, нет. Ну, с кем-то неизбежно. Потому что ящик – это такая среда, ну, может, не большой театр. Там битое стекло друг к другу в пуанты не сыпят. Но, в любом случае, это честолюбие, это конкуренция, это битва за место не под солнцем, но на экране, это искаженные представления о собственной значимости. И поэтому, ну, когда ты долго работаешь, неизбежно кто-то там скрипит зубами с твоей спиной. Ну, я не могу похвастаться тем, что прям у меня там все враги, враги, враги. И друзей, правда, тоже немного. Нет. Мне не нравится общая тональность. Да и потом я не вижу, когда я говорю, что я там журналист или был им, я предполагаю некую профессию. Вот. А то, что происходит сейчас там, к этой профессии, ну, отношения не имеет. Я там, помимо обрезгливости ко многому тому, что там происходит, я там не нахожу точку приложения для себя. То, что я умею, это сейчас нафиг никому не нужно. А кто, по-вашему, настоящие звезды российской журналистики? Несколько имен, может быть. Они все в списке иностранных агентов. Вы не переживаете попасть в список иностранных агентов? Ну, формально я не получаю никаких донатов из-за границы, поэтому, поэтому, вроде как нет оснований, но я понимаю, что это такая машина, которая в пятницу должна произвести некий новый список. Это же, прошу прощения за умничение эссимизм, это же просто клеймо, шестиконечная звезда, которая тебя пришивает на телогрейку. И я знаю примеры, когда иностранными агентами были признаны люди, которые не получали никаких денег, а просто потому, что они что-то там буркнули или вякнули, что никому-то там не понравилось. И что делать в такой ситуации? Как продолжать что-то создавать? Осматриваясь, ударяя себя по рукам, если ты готов к последствиям. Вы бы советовали сегодня молодым людям идти на журфак? Слушайте, я честно горжусь тем, что я отговорил нескольких людей в своей жизни поступать на журфак, даже когда ситуация была другой. Я убежден, что в журналистику надо приходить с некой сумкой или там рюкзаком. Что вы имеете в виду? Ну, когда человек приходит после в культур журналистики, его спрашивают, ну, а ты чего? Ты про что? Я музыку люблю. Или там, я кино, вот хорошо знаю. Ну, отлично, иди в отдел новостей. А когда приходишь на культур журналистики, там, не знаю, после экономического факультета, ты говорят, а слабо написать там про волатильность рубля? Или там, когда у тебя за спиной какой-нибудь мехмат МТУ, то как насчет науки? Нормально, я вроде как понимаю, как все делается. Ну, то есть, это не единственный способ, конечно, но просто перед глазами огромное количество примеров, когда вот такие люди приходили и становились действительными, там, звездами первой величины, когда они приходили с сумкой, набитой знаниями какого-то конкретного предмета. А если в широком смысле не именно журналистское образование, а именно работа там в медиа, в СМИ, она может сегодня быть похожей на ту журналистику, по которой вы скучаете, условно говоря? У вас же тоже были стопы, ограничения, начальники, рамки, компромиссы? Конечно, безусловно. Ну, думаю, что сейчас не лучшее время для того, чтобы реализовывать себя на этом попуще. Опасно? Да. Какие развилки есть? Стать пропагандистом или стать иноагентом? Типа того, да? Ну, типа того, да. А между струек возможно пройти? Боюсь, что нет. Очень сложно. Сейчас сложнее, чем когда-либо. Знаете, есть у Горького такое рассуждение, что в человеке всегда борются два желания. Желание лучше быть и желание лучше жить. Вот. Поход в эту сторону может привести тебя к более сытой жизни, чем... Но с совестью там будут большие проблемы. вас мучила совесть когда-нибудь по-настоящему так вот из-за работы? Нет, мучила, но не в связи с профессиональной деятельностью. Мне как-то все-таки в советские времена удавалось проходить между струй в основном. Иногда, конечно, заступая на какую-нибудь субстанцию. Но выбор был всегда, и он тогда был более, что ли, ну, не такой людоедский, как сейчас. Ну, а потом уже, когда после перестройки, когда, по сути дела, я ушел от политической журналистики в какую-то развлекуху, там было вообще проще. Ну, развлекуху сегодня тоже можно делать, наверное? Ну, такой, как делал я, нет. с историями, с контекстом, да? Ну, да, да. Боюсь, что. То есть, только Орел и Решка? Дорого, дешево? Ну, что дорого? А вы считаете, это легковесная, неглубокая программа? Вот, вы меня пытаетесь втянуть прямо в серьезное рассуждение о профессии. Ну, вот, смотрите, я не знаю, универсальны ли это, но в идеале в кадре должна быть информация, мысль и эмоция. Вот, пока еще не придумали такого жанра, где все три, вот эти составляющие, обязательно присутствовали. Бывает либо информация, но тогда с эмоцией беда, ну, может быть, мысль. Но есть жанры, где и то, и другое, ну, как бы, где одно из этого или что-то из этой комбинации есть. И вот, если это присутствует, оно должно быть настоящим. То есть, это должна быть информация, которую я не знаю, это должна быть эмоция абсолютно искренняя, и это должна быть мысль, которая заставит сказать, класс, а я вот об этом не подумал. В программе, которую вы упомянули, настоящего из этих трех компонентов нет ничего. Но эмоции есть. Эмоции нет, я вас умоляю. Я прям... Когда Настя Ивлеева заходит какой-то... Слушай, давайте, я слышу, как журналист, вот, некто заходит в гостиницу, а режиссер, ему говорят, ну, собственно, добавь огоньку, вау, как же здесь круто, какая же офигенная гостиница. Бассейн, вилла, остров, это все мое. Это не настоящая эмоция. Настоящая эмоция другая. Я не верю ни одному из этих ведущих. Это все целлофан такой. А кто вообще за историю три ваших любимых ведущих? Кто был классным ведущим? Стив Ирвин. Это вот этот безумный парень австралийский, чокнутый на всю голову, который погиб от удара ската. Ската. он, конечно, сумасшедший. Это вот первое, что приходит на ум. Ну, ну, три, три, три много, 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 потому что, потому что там в каких-то жанрах были люди, были люди, которые меня... Доренко, я знаю, вам симпатичнее. Доренко мне, он очень талантливый человек, там оставим в покое его совести и все остальное, но... Но подача у него мощная. Да, он был очень, конечно, талантлив. Вас все замучили в каждом интервью спрашивать про три месяца работы перед секретарем Путина. Вот я не буду вас этим мучить. Не надо. Но вот так спрошу, вы иногда себе ставите на место Пескова? Сейчас нет. Нет. Я как-то, знаете, забрался на одногорбового верблюда, намереваясь принять участие в скачках. И как только я залез на эту костлявую высокую очень тварь, я понял, что я упаду оттуда и очень больно ударюсь. Вот. И я думаю, что на этом месте я бы испытал такие же примерно ощущения. Вы его понимаете, нет? Кого? Пескова. Я даже не стараюсь это сделать. А вы знакомы с ним? Ну, конечно. Потому что там Тиньков в своем интервью говорил, что он достаточно либеральный человек. Возможно. Но он находится на таком рабочем месте, когда никого не интересуют его убеждения. Он выполняет функцию. Мне кажется, что он ее выполняет абсолютно адекватно, чтобы не сказать «хорошо». вот. А что он там думает в действительности, это мы с вами никогда не узнаем. Снится вам иногда работа пресс-секретарем, президент? Ну, господи. Прошло больше двадцати лет. Нет, сны. Может, какие-то... Другие сны. Проходите мимо старой площади, думаете, я бы все сделал по-другому. Я работал в Белом доме. Я даже уже не помню, на каком этаже. Не помните? Нет. Ну, прошло больше двадцати лет. Чего мы ворошим? Это уже даже какая-то вечная мерзлота. Вы ностальгируете по чему-нибудь? Да нет. Не могу так сказать. Ну, я ностальгирую по работе, которую я любил, которая у меня иногда получалась. Но вот если вы имеете в виду какие-то там воспоминания, нет, это не то слово. Я сожалею о многом, но не ностальгирую об этом. По работе скучаете очень, да? Ну, по работе скучаю, пожилы, да. Какую бы сейчас серию записали? Не знаю. Не знаю. Не знаю. Не готов. ответить на этот вопрос. Но в любом случае это едва ли было бы связано с путешествиями. Скорее, что-то околовоенное, да? Не знаю. Военкоры могут быть объективными? вообще это серьезный вопрос. Потому что когда ты находишься на войне, остаться безучастным, к тому, что видишь, очень трудно. И чем дольше ты там находишься, тем труднее оставаться безучастным. у тебя складываются какие-то отношения, какие-то дружбы, какие-то симпатии, да, человеческие. И вдруг Вася, которого ты полюбил всем сердцем, его возят в цинковом ящике. и остаться в этой ситуации безучастным очень сложно. Кроме того, война это такое большое, мерзкое, грязное и очень непонятное. А человеку свойственно перед лицом непонятного искать какие-то упрощенные вариации решений. Упрощать все. там плохие здесь хорошие, например. Он теряет способ. Мне на эту тему, надо сказать, был преподан урок однажды коллегами американцев. Однажды, там уже не важно в ком году, был сбит афганский самолет с Тингером, на борту которого находились гражданские люди. Там дети какие-то, женщины. Они, естественно, погибли. и туда решили отвезти прессу, вот какие бекки, они подорвали. И мы туда полетели, там масса была народу, испанцы, американцы, англичане. И я смотрю, они как-то так, ну, самолет, ну, сбили. Я говорю, мужики, вы чё, смотрите, погибли люди же, дети погибли. Он говорит, стоп. Самолет был военным? Да. На нем были опознавательные знаки афганских ВВС? Да. Какие вопросы? Я так думаю, вопросов нет, по сути дела. Поэтому нужно, конечно, стремиться к тому, чтобы не втянуть себя эмоционально в то, что ты видишь. И стараться сохранять некую страненную. А вот история про Васю в Цинковом гробу это из вашей жизни? Ну, это условно. Его звали не Вася, их звали не Вася. Ну, то есть, такие ваши близкие были товарищи? Конечно, А это по-другому, чем пережить смерть знакомого в гражданской жизни? Или одинаково тяжело? Да, по-разному. Я думаю, что это зависит от того, насколько вы близки. в большей степени от человека зависит. Нет ответа. Про афганцев вы говорили, что вы их не идентифицировали в тот момент даже. Не то, что не идентифицировал. Просто это закон участия в убийстве. Для того, чтобы продолжать убивать, ты отстраняешься. Это вот то, что называется дегуманизацией противника. Он для тебя представить быть человеком, он становится нациком. нацик же, нацик это не я, я же не нацик. А нацик можно щелкнуть легко. Ты, я думаю, что человек, он, не то, что он берет, смотрит, человек говорит, он плохой, это как-то испыта, ну, помогают, там, командиры правильные говорят, мы тут вот за этим, за тем. А маленький человечек, юный, ну, что он там знает-то? Он и так соображал туго, а тут ему хочется спать, есть, ему страшно, грязно, ему вообще не до этих рассуждений. без этого очень сложно. А вот там, типа, детский вопрос, ты мог взять и бить человека? Это не так работает, это не то, что ты вот идешь и в толпе там кого-нибудь там, не знаю, пырнул ножницами, это по-другому. В этом смысле я говорил о том, что и я тоже, будучи втянут во все это безумие, я тоже, ну, для меня это были там маджахеды, не люди, которые любят, страдают, мечтают, а некие маджахеды. Потом маджахеды возвращаются, там, я не знаю, ночью, когда не можешь уснуть, переживаешь об этом, вот как в фильмах это показывают или нет? или все прозаичнее? В моем случае прозаичнее. Нет, вот кошмары, меня, кошмары афганской войны не ходят за мной по пятам, но может быть все-таки еще и потому, что я там старался подобраться к солдатику как можно быстрее, ближе, но я все-таки был журналистом и, конечно, если я говорю, что мне в какой-то степени удалось распробовать, пощупать эту окопную правду, это было не в той степени, в которой она досталась просто солдатику. Вы упоминали, что пост военного синдрома не существует? Я говорил только о том, что я с ним не встречался. Подавляющее большинство людей, абсолютное большинство, то есть даже наоборот. Я не могу сказать, что я там поддерживаю огромное количество связей, но я не слышал и не читал никогда о каком-то конкретном человеке, который на эту тему поехал бы крышу. Вы в Афган поехали с 8-месячным сыном? тогда это было нормально, тогда полно было детей в Кабуле. Сейчас бы мне на такой глупости не хватило у меня. После этого вы бывали в Кабуле? Да. Как там сейчас? Это же тоже Памир, насколько я знаю. Да, да, да. Ну, вот я не был уже давненько, не был лет 6, а за это время там очень многое поменялось. Но, честно говоря, когда был последний раз, я думал, что все, хорош, я туда уже больше не захочу. Но сейчас я понимаю, что, в общем-то, я не прочь, не прочь. Поехали посмотреть. Там хорошо относятся к русским? Да. Как к спасителям от американцев, насколько я понимаю? Нет, как к хозяину, который кормил. То есть с точки зрения, что мы там выделяли деньги и прочее, прочее. Такой комплекс, комплекс сейчас не подберу. Ну, да, такой комплекс по прошайке. Я так называю. Да, вот вы типа воевали, но вы ведь помогали. А эти там типа воюют и не помогают. Россия, Америка похожие страны? Во многом, если говорить про ментальность, думаю, что да, если говорить про государственное устройство, то это два полюса развития цивилизации. Русские американцы между собой похожи? Да, ну, среднестатистические времени? В чем-то похоже, в чем-то нет. Большая территория? Ну, в чем-то, но в чем-то кардинально не похоже. А в чем? Слушай, ну, я работал с американцами и более того, был им начальником, у меня был такой период в жизни, и они звонили хозяину в Америку для того, чтобы настучать, что я курил в кабинете. На кожухах I was smoking today. Начальник звонил и говорит, почему-то коврышка в кабинете. Ну, вот, наверное... Не по понятиям. Не, не по-нашински, не по-нашински. Ну, другая, там, другая концепция твоего участия в успехе команды. Она диаметрально от нас отличается. Я нам не скажу, что симпатично. Хотя, может быть, если у меня был побольше опыта, может быть, я убедился в том, что так правильнее, чем потихоньку нарушать правила. Для вас важнее закон или понятие? Вот, чтобы было... Я работаю над собой и борюсь с этим абсолютно российским представлением о том, что, ну, законы, ну, мы же понимаем, но есть здравый смысл. Ну, я думаю, что, конечно, конечно, это неправильно. Закон должен быть на первом месте, все остальное на втором. Ну, сложно же. Сложно. Сложно. В Европу приезжаешь, как будто скучно, когда там все по закону. Да, да, но никто не обещал, что... Это нам только всем кажется, что лучшее будущее должно наступить сейчас и бесплатно. Но так не бывает. то есть лучшее будущее наступит, когда будут законы важнее понятий? Нет, в любом случае бесплатных билетов туда не распространяют, их не выигрывают по лотерее. Этот билет лучше завтра предполагает цену и весьма большую. Для всех. Для всего общества. Жалко, конечно. Да, жалко очень. что нельзя бесплатно. Да. Клуб сегодня. Что из себя представляет, Михаил Юрьевич? Клуб представляет собой некое сообщество, которое когда-нибудь станет клубом в полном смысле этого слова. В нем сейчас уже довольно много вот этих элементов клубности, когда человек путешествует с нами давно, он получает какие-то там вкусняшки и неожиданные сюрпризы, как материального, так и нематериального свойства. Там есть устойчивые связи между людьми, приятельские, дружеские, уже теперь семейные. Это он представляет собой сообщество людей, которым что-то уже удалось в жизни сделать, добиться какого-то материального и профессионального статуса, и которые разделяют нашу, может, это громко сказано, философию, нашу, которому нравится наша технология путешествия. А вы туда всех берете ваш клуб? Или кого-то можете не взять в ваш клуб? Можем не взять, но это надо себя проявить совсем уж странным образом, вообще, чтобы неадекватно с самого начала. Расскажите про любимые маршруты ваша клуба. Я видел много разных фотографий из Японии, из Гондураса. Очень сложно, потому что у нас есть, я бы так сказал, но поскольку направление огромное количество и конкуренция большая, я думаю, что есть страны, где мы там не хуже других. А есть прям вот то, что называется золотая коллекция путешествий, где мы круче всех, потому что мы нашли правильных людей, эти люди помогли нам найти в свою очередь других правильных людей, к которым мы заходим в гости, правильные места, которые ты фиг найдешь самостоятельно, и нам удалось выстроить режиссуру этой поездки так же точно, как она выстраивается, когда ты собираешь документальное кино, и что ты самостоятельно тоже никогда не сделаешь, если у тебя нет этого опыта. Это такое чудо. Вы устраиваете сценарии такие настоящие? здесь мы зайдем туда домой, будет такая обстановка. Это естественно. Мы выстраиваем какую-то точку вброса, какое-то развитие, кульминация, какая-то вишенка. Мы на эту тему очень думаем. А что в золотой коллекции? Несколько направлений. Очень разные. В ней например Дагестан, Ирландия, в ней Шотландия и Татарстан. Татарстан это большие города? Казань? Или вы куда-то вглубь идете? Идем, конечно. Идем, идем, идем. Это совершенно волшебные воспоминания о Гватемале и Кондурасе. Расскажите нам про Гватемалу. Смотрите, когда пали большие города мексиканские, а сейчас в общем большинство ученых сходится на том, что пали они потому, что город рос, нужна была древесина для строительства, вырубали леса, из-за этого милели реки, и они оставались без воды в результате, люди бросали и уходили. Это теория, которая сейчас господствует. Так вот, некоторая часть Майя ушли в горы Гватемалы, и испанцы за ними не пошли. И им удалось сохранить очень многое из доколумбовых времен. Ну, то есть, например, там есть храмы католические, в центре которых находится капище. и рассказывают, что им прислали епископа из Рима. Что это за безобразие вот это, куриц каких-то давайте вот это все уберите. Он сказал, слышь, парень, давай в Рим, мы тут вот это делаем все уже 500 лет и будем продолжать делать. Господи Иисусе, Богородица, помоги. Или там реально в другом церкви вот значит там вон вот здесь читается месса, а тут комната, где принимает шаман. Ну, например. Или там женский головной убор, который стоит из ленты длиной 20 метров. Такая вот такой ширины. И она его накручивает себе и получается вот такая штука. Ну, то есть, это какие-то проявления традиций, в том числе материальной культуре, который заставляет тебя, вот, челюсть отвисает и круглыми глазами смотришь вокруг. Я думаю, что это произошло, потому что там ни сахара не посеешь, ни рис, там трудная, горная такая жизнь, и испанцы посмотрят, да ладно, туда не пойдем, тут вот и так хватит. За счет этого это удалось сохранить. А как вы договариваетесь с вашими душами компании, как у вас это называется? Ну, это вот непросто, это всегда сложно очень, да, потому что какой-то душа компании. Туда, это, как правило, публичные люди, но публичность не является пропуском, то есть, это повод познакомиться. Все-таки должна быть готовность находиться круглые сутки в компании людей, которых ты прежде не знал, и некоторые из них, эти люди, тебе могут быть не очень интересны, например. Ну, это в какой-то степени сфера услуг, и ты должен обладать желанием что-то этим людям объяснить такое, что ты знаешь про это место, или про этих людей, или про эту традицию, или вообще про свою жизнь. Вот, готовность делиться, это очень важно, и выполнить свою главную задачу. Ты должен привести 12 человек, если не близкими друзьями, хотя бы приятелями. Ты должен их вернуть домой, приятелями, не пополнить коллекцию своих поклонников, а сделать из них ансамбль. Все, каждый там. То какая-то филигранная работа. Ну, кто-то с ней справляется лучше, кто-то хуже, кто-то больше годится, кто-то меньше для этой цели. А с кем сейчас планируется поездка, может быть? У нас каждый месяц десяток разных поездок. Некоторые наши души упомянуты на списке иноагентов, но пока нет формального запрета с ними сотрудничать. Некоторые оказались за границей. Вот. некоторое количество продолжает оставаться здесь. Это Михаил Кожухов, это Наталья Барбье, которая много лет вела программу про ремонт и дизайн. Это Олег Нестеров, продюсер, музыкант и так далее, проводник, философ музыки. Это из тех, кто не уехал. Это Фокола Толстая, например. Ну и с людьми другими легко познакомиться на нашем сайте. А почему вы не берете кого-то из современных звезд, например? Например, кого? Да кого угодно. Ну, например, кого? А вы так к молодежи относитесь, да? Ну, например, кого? Второй ссоры, да? Ну, например, кого? Настю Ивлееву. Нет, я же сказал, что популярность... Иду Галич, я не знаю. Это я вообще не знаю, кто такой. Так, я вам накидаю списочек. Да, нет, вот поймите, тут помимо узнаваемости должно быть какое-то содержание человеческое. Настя Ивлеева в интервью Дудю рассуждала о длине членов на полном серьезе. Какая длина члена ей больше нравится, а какая меньше? Тебе сколько лет? 31. Вот 31. Представь, что у тебя в 31 год в стоячем состоянии пися там 15 сантиметров. Это маленький. Ну, мне не хотелось, чтобы мое имя ну вот с этим предметом... А вы действительно брезгливый, да, Михаил Юрьевич? Это же шутка была. Я... Ну, мне кажется, я не ханжа, но если вы меня спросите о что-нибудь подобном, я вежливо откажусь отвечать даже в шутку. Хорошо. Ну, мне кажется, среди молодежи все равно есть достойный. Безусловно, конечно. Безусловно. даже сомнений в этом нет. Что для вас значит деньги, Михаил Юрьевич? Потому что, по-моему, вы тот человек, который от многого отказывался как раз, чтобы быть лучше, да, а не жить лучше. Ну, вы меня идеализируете. Смотрите, я... У меня был короткий период, когда я существовал в рекламном бизнесе. И очень легко от абсолютной бедности, которая сопровождала меня в газете «Известия», заработал какие-то деньги, которые позволили мне там, ну, купить подержанную машину, пригнанную из Германии, там, поменять штаны рваные, там, купить спиннинг хороший и так далее. И тогда я придумал, что в жизни обычного человека мы не говорим о гениях, а вот жизнь, ну, людей, к которым я отношу себя, всегда есть мера унижения и мера компенсации за это унижение. Ну, что я имею в виду? Или ты делаешь какую-то работу, которая грязная, сортиру чистишь, но у тебя за это платят деньги. Или у тебя начальник дурак, ну, дурак, придурок, но перспективы у тебя хорошие, зарплата тоже тебя устраивает, и ты вот этот баланс, он внутри каждого свой. Вот я сидя в ожидании очереди на прием к человеку, который распоряжался деньгами хопра, был такой хопер-инвест, финансовая пирамида, у них был такой фронтмен, молодой человек, он меня принимал в тапочках, в костюме тройки и так кидал дарнс, пока я с ним разговаривал. И я подумал, слушай, Мишка, ты там знаешь сколько-то языков, у тебя там ордена медали, елки-палки, за тобой какая-то биография, вот тебе действительно так нужны эти деньги, что ты готов перед этим придурком сидеть и унижаться. И я сказал, нет, я лично не готов, я не готов осуждать кого-либо из тех, кто готов, это его выбор, но я точно не готов. У меня есть какой-то уровень желаемого, есть какие-то таракашечки, которые требуют денежек на что-то, есть семья, жена, там, да, и все остальное. Но вот у меня этот баланс находится на какой-то очень невысокой отметке меры унижения. А откуда это? Из семьи, из воспитания? Не знаю, я... Непонятно откуда. Из книжек, из того, из другого. Но вы могли бы сейчас занимать какой-то очень высокий пост на русском телевидении, я уверен. Думаю, что нет. Да ладно, с вашими медалями, с биографией, со строчкой, что вы были пресс-секретарем Путина, я уверен, что вы бы далеко зашли. Если бы мог, я бы его, наверное, и занимал. Наверное, есть что-то такое, что... Ну вот это вот желание не идти на такие компромиссы. Не знаю, не знаю. Ну, человек вообще возможно свойственно думать о себе чуть лучше, чем он есть на самом деле. Ну, не знаю. Как в себе такие принципы воспитывать, чтобы не идти на поводу золотого тельца, чтобы быть вот в хорошем смысле брезгливым? Сложный же выбор достаточно. Слушайте, говорят, что человек, который отвечает на все вопросы, ну, просто дурак. Я не знаю, я не знаю. Я знаю, что надо читать книжки, я знаю, что надо путешествовать. Лучше с нами, потому что мы это делаем хорошо и правильно. Если ты, ну, испытываешь сложности вот на этом пути, ну, можно попробовать поверить примкнуть какой-нибудь религии, большой или маленькой, это тоже способствует тому, чтобы человек был лучше, ну, или справляться самостоятельно. Нужно пробовать, нужно просто жить. Нужно просто жить. Понимаю, что это не значит, черт возьми. Вот я всегда говорю, что вот там, ну, этим моим бесконечно далеком детстве дяденьки спрашивают, кем ты мальчик хочешь стать, и там, и космонавтом, и летчиком, и там, моряковым дальним капитаном секретной подводной лодки. А сейчас человек затрудняется ответить на этот вопрос. Ему легче ответить, как я хочу жить. Где я хочу, чтобы у меня была дача, на какой машине я хочу ездить там. Вот это все. Он не понимает, что это не может быть целью. Это может быть только следствием достижения какой-то совершенно другой, гораздо более важной цели. Вот. И я думаю, что вот если попытаться задавать себе этот вопрос, понять, куда ты, в общем-то, идешь, то ты неизбежно будешь искать точки опоры, ты неизбежно будешь думать, почему и как ты делаешь, и, может, тогда ты и вырулишь на какую-то дорожку, когда ты найдешь свою дорогу в жизни. Но на самом деле это едва ли не самое сложное, что предстоит сделать и делать до самого конца каждому из нас. Куда, в первую очередь, отправиться, если никогда не уезжал из России? Куда, то что зовет. Тут нет каких-то рецептов. Вообще, чужие рецепты нафиг никому не нужны, они не годятся. Даже хозяйка, когда готовит какой-нибудь там борщ, она, может, и посмотрит в интернет, как это делают другие, но все равно сделают все по сону. Спасибо, что пришли к нам, Михаил Юрьевич, было очень приятно. Спасибо. 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 Продолжение следует...